Веди меня к Богу, мой шейх. Жил да был, да по сути вовсе и не был. Был некогда у нас один великий шейх, который назначал Ахундов, увольнял Ахундов. Короче говоря, меч у него был обоюдоострый. Все с удовольствием говорили, скажите спасибо, что во главе управления мусульман Кавказа стоит шейх. Если он уйдет, религия будет потеряна, а страна попадет в руки ваххабитов. У шейха есть шиитское пристрастие. Есть у него, кстати, помощник суннит, который на самом деле не суннит вовсе, а ваххабит. Просто он совершает тагию, несмотря на то, что, как и другие ваххабиты, считает ее недозволенной. Ой-ой-ой. Сидит и ждет в засаде ухода шейха. Как только тот уйдет, он уберет всех шиитских Ахундов и заменит их ваххабитскими. Короче говоря, наш шейх ведет нас к Богу. Как будто шейх сам обрел эту власть, а небольшой брат под названием государства наделил его ею. Нет уж, солнышко мое ясное, родной мой, все на самом деле не так. Прости, но я вынужден тебя разбудить. Они возвели мосты от этих твоих наивных рассуждений и от Ахундов, уверовавших в эти сказочки и убедивших остальных в их правдивости. А на другой стороне этих мостов стоит религиозный комитет, который должен был начать в стране переход к суннизму, а точнее к умеренному салафизму. Он с нетерпением ждал, когда этот мост наконец будет достроен. Ведь он бодрствовал в то время, как мы все спали. Он знал, чем закончится это кино. А режиссер тем временем виртуозно бил по правой, указывая на левую. Разумеется, он изрядно попотел для того, чтобы суметь показывать правую. Он собрал вокруг шейха всех самых любимых народом Ахундов. Ведь несмотря на то, что введение к Богу может быть делом всего одного человека, довести дело до религиозного комитета требует особой помощи. Короче говоря, это была работа не для одного человека. Наконец настал тот самый долгожданный момент. Наш шейх больше не сможет вести нас к Богу. Этим делом уже заведует религиозный комитет. А он, в свою очередь, все настаивает на том, что мы должны использовать опыт тех стран, которые ближе всех к нам, с которыми у нас общие традиции, язык, цвет кожи. Одним словом, они с головы до ног идентичны нам. Речь идет о таких странах, как Тунис, Алжир и Ордания, Казахстан, Узбекистан и Турция. То есть, дорогой мой, нам на пути к Богу... Стоп, погоди-ка, минуточку. Ведь нам не нужны люди, которые говорят, этот путь к Богу не ведет. Ну хорошо, а как быть тогда? Очень просто. Тогда наши дорогие и милые салафитские Ахунды будут проклинать людей только за то, что они, к примеру, сменили фамилии, посещают могилы родителей или за ношение сумок. А тем, кто скажет, почему это правительство угнетает народ, они будут говорить, не надо сеять смуту, брат мой. А с другой стороны, наш дорогой религиозный комитет будет развлекать народ полураздетыми девицами на так называемых весельях Рамадана. Ахунды под брендом религиозного комитета, в свою очередь, будут открывать эти мероприятия молитвами, а потом со словами «Нет, нам не дозволено смотреть на этих девиц, это харам» спешно уходить за кулисы. Может ли быть лучший и более легкий путь к Богу, чем этот? Ну а взамен, как обычно, пострадают богословы, которые не принимают угнетения, не предают свою религию, не продают ни за какие блага интересы своего народа. Как и многих шиитских имамов, их посадят на домашний арест. Кого-то из них заставят скитаться вдаль от родины, в-третьих, подвергнут репрессиям. Скажу вам еще кое-что, только между нами. Может когда-то пригодится. Вы задавались вопросом, почему это вдруг страна открыла свои объятия умеренному салафизму? Те, кто когда-то принял ислам по приглашению этих умеренных салафитов, позже, уже по приглашению их радикальных побратимов, дошли аж до Сирии. Многие до сих пор еще там. Смотрите, весь мир более 40 лет воюет с Ираном. Однако даже в разгар клеветнической кампании против Ирана, в последние годы прозападные и проамериканские СМИ не направляли толпу к иранскому посольству. Видимо, не было в этом необходимости. Однако в ходе недавно начатой Российской Федерацией специальной военной операции на Украине, западные СМИ собрали людей перед посольством России в Баку под лозунгами поддержки Украины и направили народную враждебность против России. Те, кто сегодня оставляет массовое сознание своего народа в руках западных СМИ, должны быть готовы к тому, что в будущем это оружие будет направлено против них же самих. Уже очевидно, что мы приближаемся к установке баланса сил в мире, к времени, когда глобалисты неизбежно потерпят поражение. В такое время господин Путин в обязательном порядке будет устанавливать стабильность у своих границ. Мы наблюдаем это даже там, где, казалось бы, это наименее возможно, на Украине. И в тот самый момент прозападные и проамериканские СМИ и салафизм в Азербайджане будут приносить плоды своим хозяевам. Точно так же, как это было на площадях Ливии, Сирии и Ирака. Отдел аналитики гиперссылка.ру